Привет, друзья! С вами Михаил Снетко и тема этого видео – развитие бизнеса. Почему новички мечтают о создании бизнеса? Ответ в 95% случаев – чтобы разбогатеть. Они хотят создать бизнес не для того, чтобы создать продукт, который будет решать проблемы клиентов, чтобы сделать этот мир лучше. Они просто не хотят работать над дядю, чтобы у них все в жизни было, и им за это ничего не было. Также, есть большое количество людей, которые еще в жизни не самоутвредились. У Высоцкого была такая фраза – я себе уже все доказал. Поэтому, когда человек себе уже все доказал, у него мотива демонстрировать признаки успеха – нет. А тот, кто это демонстрирует, пытается показать свою крутизну. Он продолжает доказывать, что он из себя что-то представляет. Но, если никому ничего доказывать не надо, всегда существует определенная сумма денег, после которой человек большее количество радости не испытывает. Факт увеличения количества денег не приводит к увеличению качества жизни. О чем идет речь? Например, человек получал доход 500 долларов, а стал получать 50 тысяч баксов, вследствие чего у него жизнь действительно меняется качественно. Он заходит в ресторан, делает заказ и на цены не смотрит. Захотел куда-то поехать, взял билет и полетел. У него появилась большая степень свободы, он перестал быть ничебродом. А дальше все. Если у него стал доход 100 тысяч или 500 тысяч баксов, он как не экономил, так и не экономит. То есть, наступает момент, когда увеличение количества денег не дает прироста качества жизни. Точно такая же ситуация возникает у специалиста, когда он карьеру строит. У него зарплата растет, а суть того, что он делает, не меняется. Ему все равно каждое утро на работу ходить надо. Если в этом ракурсе посмотреть на большинство людей, то у них реальных изменений в жизни практически нет. В чем заключается реальное изменение качества жизни? Пример реального изменения образа жизни – это, когда человек начинает бизнес делать, а не на работу ходить. Что касается самого предпринимателя, то он творчески действует, только на этапе создания бизнеса. Если в качестве примера взять корову, то чтобы было молоко, необходимо корову создать. По сути, то, что делает предприниматель, он создает корову, которая начинает производить молоко. А если у кого-нибудь корову отжать, то это не предприниматель, а жулик. Хотя вроде бы деньги появились. Корова – это такая живая тварь. Это не пакет документов, описывающих функционирование коровы. Если у кого-то есть пакет документов, описывающих функционирование фирмы, то это еще не фирма. Фирма – это живой организм. Почему живой? Потому что в нем работают люди. Также у пакета документов нет денег. Деньги есть у людей. А когда предприниматель создал корову и только и делает то, что ей все наносят, он становится таким же работником. Его работа заключается в том, чтобы сено носить. У предпринимателя, на момент создания бизнеса, происходит качественное изменение в жизни. Почему качественное? Был ноль, то есть, не было бизнеса, и вдруг появился. Он совершил новый качественный рывок, в момент которого он является творцом. На самом деле, это невероятно трудно, потому что тот, кто создавал бизнес, прекрасно знает, что в момент перехода от наемного труда к созданию бизнеса, это революция в отдельно взятой голове. Поэтому сделал человек для себя одну революцию. Надо переходить к следующей. Что важно иметь для старта? Первое – это идея, а лучший продукт или работающая услуга. Второе – необходимые навыки и знания. Третье – команда профессионалов. И четвертое – рынок. Если нет рынка, все усилия бесполезны. Рынок – это деньги, это клиенты, это миссия, из которой понятно, какие проблемы предприниматель при помощи своего продукта помогает решать. С чего начинается бизнес? Бизнес начинается с идеи. Обычно она у кого-то подсмотрена. Куда развиваются идеи? В 99% случаев – в никуда. Но если предприниматель, решая строить бизнес, он из идеи в голове начинает формулировать концепцию, начинает ее описывать, задавать какие-то рамки, придавать ей какую-то форму. Следующий шаг – проверить эту идею на практике. Тут выделяют два принципиальных подхода. Первый подход – это когда новичок идет с этим концептом к потенциальным клиентам и проводит опрос. Второй шаг – он создает бизнес-план. В чем заключается проблема? Дело в том, что большинство стартапов в этом болоте застревают навсегда. Второй подход – это когда предприниматель проясняет, есть ли в этой идее деньги. Проверка концепта – есть ли к этой идее интерес. Проверка бизнес-модели – где деньги? Если в первом подходе проверка идет словом, то во втором – результатом. Если предприниматель открывает бизнес в сфере торговли, то он закупает небольшую партию товара и идет ее продавать. Ему не важно, сколько он на этом заработает. Ему важен сам факт продажи, сам факт приема и передачи денег. Важно проверить на практике, например, что прошло 100 сделок. То есть, рынок адекватно реагирует на продукт. Клиенты оплачивают товар или услугу, и компания на этом что-то зарабатывает. Чем ближе к реальности действует предприниматель, тем меньше у него будет глюков. Первичная задача – это привлечь первых платящих клиентов, потому что любой бизнес, в котором есть оборот, можно сделать прибыльным. Также многие начинающие предприниматели на старте сталкиваются с проблемой выбора направления, от чего плясать. Но так как у новичка, как правило, денег нет, то выбор у него всегда ограничен. Поэтому необходимо выбирать такое направление, которое уже проверено, которое гарантированно приносит деньги. О чем это говорит? Это говорит о том, что рынок готов покупать. Но если у новичка хотелка придумать что-то новое, то рынку придется объяснять, почему это хорошо. Но от таких задач можно и пупок порвать. Поэтому желательно выбирать то, что уже хорошо продается. Выбирать необходимо то направление, где спрос не падает, а лучше, бурными темпами развивается. Также на старте важно выбирать то, что не требует больших затрат. Поэтому это услуги в любом их виде. Но такие слова, как я хочу открыть бизнес, чтобы у меня стало больше свободы – это вещи несовместимые, потому что бизнес всегда требует вложения в себя. Стартовать бизнес – это означает, что впахивать придется, как рыбы на галерах, и уж точно отдыхать не получится. Когда предприниматель берется за бизнес, он планирует им заниматься плотно. Поэтому относиться к бизнесу, как к чему-то приходящему, типа сейчас подзаработаю, а завтра займусь тем, что нравится. Конечно, надежды юношей питают, но так не получится. Из чего состоит бизнес? Это и продажи, и маркетинг, и операционная деятельность, и поставки, и партнеры, и много чего еще. Когда же мы говорим о развитии бизнеса, мы подразумеваем целый ряд дисциплин, которые позволяют эти пласты в правильном соотношении между собой увязать. В чем заключается проблема? Многие понимают развитие бизнеса однобоко. Они считают, что развитие бизнеса – это либо увеличение продаж, либо маркетинг. Продажа – это процесс, а как можно увеличить процесс? Никак. Сейчас реальных предложений по развитию бизнеса на рынке очень мало. Таких предложений даже не кот наплакал, а начихал. Серьезного обучения по развитию бизнеса на рынке практически нет. А что есть? Есть масса инфо-цыганской лабуды, пиздобулы-портнягины, клоуны из бизнес-молодости, аязики-шабуддиновы и прочая шваль, которая не охватывает значительные пласты знаний, позволяющие предпринимателям с меньшими затратами делать бизнес более управляемым и получать конкретный результат. Если мы возьмем тему обучения и проанализируем успешных предпринимателей, то мы увидим, у них систему, у них подход системный. Существуют неуловимые мелочи, которые переносятся в любую сферу деятельности, вне зависимости от того, чем человек занимается. А дьявол, как известно, кроется в деталях. Когда предприниматель принимает решение вывести на рынок новый продукт, то крайне важно ответить себе на вопрос, для кого он этот продукт создает, какую проблему при помощи этого продукта он собирается решать. И чем больше в этом ответе будет эмоций, тем проще будет этот продукт своей целевой аудитории продать. Почему специалистам, которые являются профессионалами в своем деле, сложно продавать? Потому что их система обучает тому, чтобы эмоции отключить. Их проблема заключается в том, что чем более они успешны в каком-то одном деле, тем менее они успешны во всем остальном. Но если они этот стереотипный подход переводят на рельсы бизнеса, то им необходимо потратить такое же количество сил, времени и денег на то, чтобы разобраться в этом досконально. Но если проанализировать процесс обучения у годовалого ребенка, то мы увидим, что дети учатся ходить не зная, как ходить, зачем ходить и почему ходить. Скорость обучения ребенка в первые годы жизни максимальна. Ни один взрослый не может даже приблизиться к скорости развития ребенка. Почему? Дело в том, что ребенок не задумывается, надо ли ему это, как на это посмотрят окружающие и что из этого получится. Ребенок пытается ходить до тех пор, пока не пойдет. Сначала дети ходят плохо. Очевидно, для того, чтобы начать делать что-то хорошо, сначала приходится это делать хоть как-нибудь. Чтобы перейти от знаний к действию, знаний недостаточно, эмоций недостаточно, информации недостаточно. А что достаточно? Для действия достаточно только действия. Также у многих людей стоят внутренние ограничения. Они говорят, вот я выясню, как надо делать. Тогда начну действовать. Но прикол заключается в том, что когда человек начинает действовать, эти заморочки у него отпадают сами собой. Начать делать – это первое необходимое условие. Что-то сделать лучше, чем не сделать ничего. Или пытаться продолжать понять, как сделать безошибочно. Также многие новички бздят, что для того, чтобы начать бизнес, необходимо бросить работу. Бросать работу не надо. А что надо? Задача придумать первое минимальное действие, минимум для начала бизнеса. После чего это минимальное действие совершить. А что необходимо сделать после первого минимального действия? Совершить второе минимальное действие и так далее. На этой оптимистической ноте, предлагаю это видео сокруглять. Предприниматель приходит в бизнес, реализовывать свои идеи, действовать быстрее и четче, ни у кого не спрашивая разрешения. Он приходит в бизнес искать справедливость, получать по заслугам. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокол, чтобы не пропустить следующий выпуск. Высказывайте свою точку зрения в комментариях. Ставьте лайки. Увидимся в следующих видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok